МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Серафим Саровский. 15 января. Православная церковь отмечает День памяти Великого Святого. В журналистику со школьной скамьи, как юные саровчане, осваивают азы новостной профессии. Два золота и серебро. Воспитанники Икары вернулись с областных соревнований. Далее расскажем во всем подробно. Ежедневно печатные электронные СМИ снабжают жителей новостями, заметками, мнениями, комментариями, аналитическими статьями. Работают сотни газет, журналов, интернет-изданий, обеспечивая обратную связь населения с органами власти. 13 января сотрудники СМИ отмечают профессиональный праздник – День российской печати. Они рассказывают новости, делают сюжеты в горячих точках. С экранов телевизоров учат нас готовить, берут интервью у знаменитостей и ученых. 13 января – профессиональный праздник – отмечают сотрудники средств массовой информации, редакторы, журналисты, операторы, фотографы, монтажеры и все, кто связан с медиаиндустрией. Примерить на себя эти роли и попробовать свои силы в непростом, но интересном деле в Сарове могут все ребята от 10 лет. Для них на базе детской школы искусств номер 2 работает медиастудия. Они у нас немножечко занимаются компьютерной графикой, создают инфографику. Они делают сюжеты, видеоролики составляют, начинают с мультфильмов придумать идею, сценарий разработать и воплотить его в жизнь. Заняты ребята в различных проектах. В этом году «Красной нитью» через весь учебный год проходит культурный алфавит. В нем задействованы все дети медиастудии. У каждого своя роль. Кто-то работает в качестве диктора в кадре, кто-то опрашивает людей, а у кого-то техническая задача – снять и смонтировать. Вот это мой боевой шлем, которым я активно пользуюсь на турнирах, маневрах. На нем есть зарубки от мячей. Помимо практической части, преподаватели медиастудии уделяют большое внимание и теоретической составляющей. Ребятам рассказывают про историю искусств, возникновение кино и телевидения, учат актерскому мастерству и правильной дикции. Основы журналистики, адаптированные для детей, им преподает Анна Царева, выпускница кафедры музыкальной журналистики и редакторская деятельность в СМИ консерватории имени Глинки. За плечами девушки опыт работы в крупных региональных СМИ. Здесь такая огромная пропасть между тем, чем я занималась, собственно говоря, журналистикой. В каком-то смысле можно быть журналистом, имея просто ремесло. Ты умеешь писать тексты, ты снимаешь навыки, набил себе и все, работаешь. Ты приходишь в школу и видишь эти горящие глаза, которые вообще не понимают, зачем они пришли и чему их будут учить. И ты понимаешь, что с каждым ребенком нужно работать индивидуально. Среди выпускников медиастудии есть те, кто связал свою жизнь с этой сферой. Среди них и действующие журналисты. Одна из них, Мария Епифанова, работает в городской газете. И студенты. Сегодняшние ученики школы также задумываются о том, чтобы реализовать себя в этой профессии. Сами журналисты – это развитые люди, которые работают на свою аудиторию, многочисленные или нет. Это уже зависит от журналиста, сможет ли он зацепить своего зрителя. Он выставляет свои новости. То есть, чтобы стать журналистом, надо быть грамотным человеком и быть всесторонне развитым. Это ответственная работа, которая требует грамотности, распространенности, развитости человека. Потому что журналистика – это четвертая власть. Я бы хотела стать журналистом. Журналист – это профессия, в которой рассказывается о новых новостях и правдивой информации. Я бы хотела стать журналистом. Так ты знакомишься с разными людьми, учишься общаться, берешь интервью. Мы поздравляем всех наших коллег и действующих сотрудников СМИ, и тех, кто только учится этим профессиям с Днем Российской Печати. Желаем вам удачи и вдохновения и творческого процветания. Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в жизнь общество только позитивное настроение и помогает ему развиваться. 1 января функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Сарова переданы из Департамента образования в отдел по социальной политике администрации города. Телефон начальника отдела – 99040. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более 155 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники. Это почти на 30% больше, чем в начале года. Загрузка гостиниц и отелей иногда доходила до 100%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин. Кроме того, много туристов посетило городец Семенов, Большой Болдин и Чкаловск. Также были популярны и новые тематические программы в Арнавине, Простоквашине, Дивееве. От гриппа Б следует защищаться так же, как от ковида, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на то, что в России продолжается рост заболеваемости с виным гриппом, он начинает уступать место гриппу группы Б. Новый штамм, как и предшественник, может вызвать осложнение в виде тяжелого воспаления легких. Грипп – респираторный вирус, и, соответственно, защититься от него можно точно так же, как и от коронавируса, используя медицинские маски и содержа руки, поверхности и гаджеты в абсолютной чистоте. 15 января верующие отмечают День памяти Серафима Саровского. Русская православная церковь чествует память преподобного дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей, а 15 января православные христиане отмечают представление святого. В этот день в храмах и монастырях совершают праздничные службы. Всемирный светильник, которому притекает множество людей со всего мира, так называют преподобного Серафима Саровского. Батюшку любят и почитают верующие как в России, так и в других странах. Его икона находится почти в каждом храме и монастыре. Почему же преподобный Серафим стал таким известным? Имя Серафим означает «пламенный». Всю свою жизнь святой горел деятельной любовью к Богу и людям, и каждого приходящего к нему принимался словами «радость моя». Он, в общем-то, жил не в столь далекое время и был в своей простоте понятен и доступен простым людям. Поэтому такое распространение его почитания широко известно. Ну и еще масса чудес, которые совершаются у мощей преподобного Серафима Саровского, у его раки. 15 января по новому стилю 1833 года рано утром монахи Саровского монастыря почувствовали запах дыма, который исходил из келья старца Серафима. Когда вошли к преподобному, то увидели его стоящим на коленях перед иконой Пресвятой Богородицы умиления. Святой умер во время молитвы, что считается особой честью для христианина. Человек рождается не однажды. Во-первых, он рождается от отца и матери. Во-вторых, человек рождается от воды и духа в таинстве крещения. И третье, можно сказать, рождение – это рождение в вечность, то есть день кончения. Поэтому для каждого человека эти события весьма важны. 15 января православные верующие отмечают День представления преподобного Серафима Саровского и Второе обретение его мощей в 1991 году. В Дивеевском монастыре этот день часто называют Зимней Пасхой. В праздник в обители совершают торжественное богослужение, а также на протяжении всего дня читают Акафист преподобному у его мощей в Троицком соборе. Воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирова стали лауреатами открытого московского межрегионального конкурса «Исламэй». Название конкурса символичный, подчеркивает высокий уровень его участников. «Исламэй» – одна из самых виртуозных фортепианных произведений для исполнителей. Подробности далее. В стены музыкальной школы имени Балакирева Татьяна Иоселевич пришла раньше, чем в обычную школу – в 6 лет. С выбором музыкального инструмента сложности не возникло. Мама Тани играет на фортепиано, и девочка всегда мечтала пойти по ее стопам. Сейчас за ее плечами 8 лет обучения, солидный багаж знаний и музыкальных композиций. Сейчас я играла этюд Барткевича, концертный этюд. Играю. Сейчас я ферн-солиста, тишение. Сложности, кстати, бывают разные. Бывают технические. Например, в этюде он очень быстрый и сложно все ноты как-то сыграть правильно. А в листе же, наоборот, в утешении сложно именно сделать красивый звук, чтобы звучало красиво. Своё мастерство Татьяна показала на конкурсе «Исламей». Также на конкурсе, посвященном выдающемуся русскому композитору, пианисту, дирижеру, музыкально-общественному деятелю Балакиреву, проявили себя еще двое воспитанников школы. Ученица 2-го класса Екатерина Копалкина и ученик 3-го класса Федор Жуковский. Первый мой конкурс в Нижнем. И самый последний, который был в Санкт-Петербург. А что там было интересного? В Нижнем он был очень волнительный и мне очень понравилось. И мама для меня искала следующие конкурсы. Последний конкурс был очень хорошим. Я пришел заниматься в 6 лет. Самое сложное было, наверное, изучать новое что-то. А сейчас я уже научился и сейчас играю 3 произведения. Мне нравится классическая музыка, потому что она меня успокаивает. Когда я играю, весь стресс просто уходит куда-то. И такое плавное состояние у меня. По итогам конкурса Татьяна и Екатерина стали лауреатами второй степени. Федору присудили третье место. Воспитанники спортивной школы ИКАР приняли участие в первенстве Нижегородской области по боксу среди юношей 13, 14, 15 и 16 лет. По итогу состязания юные боксеры взяли два золота и бронзу. Первый бой для Рамазана Султанова на первенстве Нижегородской области по боксу оказался трудным, так как Саровчанину попался опытный и сильный соперник. Второй бой прошел для юного боксера уже более легко. И Рамазан переиграл противника. В прошлом году Саровчанин был победителем на областных соревнованиях. И в этот раз спортсмену удалось вырваться в лидеры. Рамазан Султанов занял первое место в весовой категории 42 килограмма. Во мне участие, а на втором месте уже победа, я так думаю. Я занимался и хочу передать благодарность моему тренеру, потому что он меня готовил к этим соревнованиям. Я хочу сейчас выгодить в Уфо и потом поехать на Россию. Александр Карасев провел четыре боя и в каждом одержал победу. По мнению спортсмена, соперники попались достойные и давали отпор. Первые два боя для Александра были втягивающими, так как это первые состязания в новом году. К тому же боксер столкнулся и с другими трудностями. У меня колени болят, из-за этого я там не тренировался долгое время. И этот турнир в этом году вообще первый, и в том году первый был. Поэтому первые два боя были втягивающие, потому что втянулся. Третий, четвертый, нормально, все хорошо прошло. Но несмотря на препятствия, Саровчанин показал на ринге все, на что способен. Александр Карасев взял золото в весовой категории 57 килограмм. Кроме того, Александра отметили специальным призом, как лучшего бойца турнира. Саров на первенстве Нижегородской области в Дзержинске представлял еще один боксер – Кирилл Рожков. Он занял третье место в весовой категории 63 килограмма. По результатам соревнований двое саровчанина – Рамазан Султанов и Александр Карасев – вошли в состав сборной Нижегородской области. Они будут вызываться на сборы. Наверное, это будет город Бор. И дальше они будут выезжать, младшие возраста, выезжать будут в Самару 9-12 мая. А старшие юноши, они будут выезжать у нас 19 по 25-е в город Дзержинск. Сейчас ребята интенсивно готовятся к соревновательному сезону и новым боксерским турнирам. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 15 января там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом – мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1 тысячу рублей. 3 килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей. 3 килограмма гречишного за 1500, а 3 килограмма липового стоят всего 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 15 января с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА